Продолжение следует... Продолжение следует... И на данный момент многие из них ощущали это, они думали, что это Мессия. И сразу после этого, буквально в скорости, все резко изменилось. Эта неделя связана была с несколькими событиями колоссальной значимости. Ну, во-первых, сразу после истории очищения храма мы читаем историю засохшей смоковницы, которая и говорит, это Иисус показывает визуально, Он показывает пример того, что Израиль, не принесший плода, Он теряет свой мандат на жизнь, продолжение жизни. Засохла смоковница. Помните, Он подошел, Он не нашел там плода, и эта смоковница засохла. После этого три притчи, очень известных притчей, притча о двух сыновьях. Помните, один сказал, пообещал и не пошел, другой не пообещал, но сделал. Ясно прослеживается Израиль, который осуждается, и язычники, которые привлекаются теперь. Дальше, притча о злых виноградарях. Еще более ясно сказано о том, что эти виноградари, которые и есть, вот это иудейско-религиозное начальство, которые сына, владельца этого виноградника, они убивают. Дальше, после этого притча о брачном пире у царя. После этого религиозные круги или начальство религиозное, там были иудеи, саддукеи, там были иродиане, фарисеи, они атакуют Иисуса Христа рядом вопросов, они задают Ему вопрос за вопросом. Помните, там были вопросы, можно ли давать подать кесарю? Там были вопросы про эту черную вдову, помните, которой там семь мужей было, что все они умирали у нее по какой-то причине. Там были вопросы, какая заповедь самая большая, самая значимая. То есть много разных попыток дискредитировать Иисуса Христа. И вот после всего этого, 23 глава, если вы помните, посмотрите, Иисус провозглашает многократное горе вам, горе вам, горе вам. То есть колоссальное напряжение, то всплеск эмоций, приветствующих Сына Божьего Иисуса, как Сына Божьего, как Сына Давидова, то атаки, самые жестокие атаки. Иисус Христос в конце этого провозглашает горе вам. И заканчивается 23 глава, посмотрите, 37 стих, очень важными словами. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, «Благословен грядущий во имя Господне». Вот здесь, в этом месте, поставлена точка служения Иисуса Христа еврейскому народу. Завершилась эпоха. И после этого остается несколько дней. И в эти несколько дней Иисус направляет свое внимание. Все служение Иисуса Христа сосредоточено на 12 учениках. Служение Иисуса Христа включает в себя две больших проповеди или беседы. Одна, так называемая, беседа на Елеонской горе, или Olivet Discourse по-английски. Эта беседа записана в 24-25 главах Евангелия от Матфея, где Иисус отвечает на вопрос учеников. Они спрашивают у него, когда это будет, когда, какой признак твоего второго пришествия. И он объясняет им достаточно подробно. И вторая беседа, которая состоялась в эти несколько дней, она записана в Евангелии от Иоанна с 13 главы по 17 главы. Эта беседа известна как беседа в горнице или же Upper Room Discourse. Речь идет о самом дорогом, самом ценном, самом значимом, что Иисус говорит своим ученикам перед тем, как Он их оставит здесь на земле. Мы достаточно много уже провели время в том, чтобы исследовать первую часть этой беседы. Мы говорили подробно о 13, 14, 15 главах. И сегодня я хотел бы вместе с вами прочитать следующую часть этой беседы, которая скрывает в себе чрезвычайно значимые истины, которые были важны для учеников тогда, и они важны не менее для нас сегодня. Мы читаем с 16 стиха. 16 глава Евангелия, мы читаем с 16 стиха. «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу. Итак, они говорили, что это Он говорит вскоре? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и вскоре опять увидите Меня?» Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Эти слова, как я уже сказал, содержат в себе чрезвычайно много. Обращаясь к ученикам, Иисус говорит им о будущем, которое касается их прежде всего и в огромной степени касается всей Церкви, всех верующих, всех тех, кто будет жить здесь на земле до момента Его Второго пришествия. И в этом месте Иисус прямо, очень откровенно и конкретно говорит о скорби, которая ожидает Его последователь. Посмотрите еще раз, Он говорит, «Вы восплачете и возжидаете, вы печальны будете». Представьте себе еще раз, Иисус оставляет Церковь, которую Он основывает сейчас. Он оставляет тех, кто будет созидать, из кого будет созидаться Церковь. И Он показывает им перспективу жизни. И в этой перспективе есть много печали. Печаль глубокая. Он говорит, «Вы восплачете и возрыдаете, вы печальны будете». Но говоря об этом, Иисус показывает, что скорбь, которую будут переживать ученики, она отличается от скорбей, которые переживают все остальные, другие люди, которые живут на земле. Он говорит о том, что скорбь учеников Иисуса Христа обязательно, обязательно ведет к радости. Именно по этой причине Он и запланировал эту скорбь. Именно по этой причине Он и допускает эту скорбь. Именно по этой причине Он сделал ее очень важным инструментом в процессе формирования душ, в процессе формирования нашей жизни сегодня и в вашей жизни, каждого из нас. Мы посмотрим на эти слова Иисуса Христа, посмотрим с двух важных сторон. Во-первых, посмотрим, о чём Он говорит здесь, то есть о какой скорби, о каком периоде в жизни учеников. Я назвал это природой скорби, которая ведёт к радости. И потом мы посмотрим на причинах, почему дорога к радости обязательно должна вести через скорбь. Итак, давайте посмотрим ещё раз на первую часть этого текста, который был прочитан. С 16 стиха мы видим, здесь повторяются некоторые фразы, которые даже, ну вот если ты читаешь просто так, тебе кажется, они, наверное, немножко излишни даже. Как минимум три раза мы видим повторение одного и того же. «Вскоре вы не увидите меня» и опять «вскоре увидите меня». Дальше тут некоторые из учеников сказали один другому, что это он говорит, вскоре не увидите меня, и опять «вскоре увидите меня». Заметьте, Иоанн посчитал важным не просто сказать, что ученики об этом рассуждали, а он берёт и повторяет эту фразу. В Евангелии от Иоанна не так много места. И он считает это очень важным, записать это три раза здесь. Сначала Христос сказал, потом ученики между собой говорят, потом Христос им говорит об этом, и каждый раз повторяется это. Дело в том, что вот эта фраза показывает или указывает ученикам, тогда и указывает нам сегодня на чрезвычайно важный элемент. Дело в том, что Иисус, который прожил с учениками три с половиной года, приходит к очень важной точке, в которой ученики внезапно потеряют Его. И вот потом, после того, когда это пройдёт, что-то наступит, и вот это что-то будет очень важное. Посмотрите, 22 стих. Ясно, что речь идёт о каком-то периоде, что ученики будут разлучены за Иисусом Христом. Это будет период скорби. И далее Иисус говорит, что после этого периода они возрадуются, потому что опять Его увидят. О чём здесь идёт речь? Можно несколько предположений выдвинуть. Во-первых, самое простое, самое естественное. Христос умер, через три дня воскрес. Ученики увидели Его, и они возрадовались. Или же речь идёт о чём-то более далёком. Речь может идти о том, что однажды мы увидим Иисуса Христа, и тогда уже радости нашей точно никто не отнимет. Вот после того, когда ученика увидели Христа, возрадовались, а потом Он опять ушёл. Помните, через 50 дней, вернее, через 40 дней ушёл, и через 50 дней, когда Дух Святой сошёл. А потом опять скорби наступили, и только наступит тогда момент уже заключительный, когда мы все встретимся со Христом, вскоре увидим Его, и тогда радости никто не отнимет. Или же речь идёт здесь о чём-то ещё? Для того, чтобы нам разобраться в этом, давайте посмотрим, что Иисус говорил об этом. Он говорил об этом. Достаточно много говорит. Перелистите несколько страниц назад, и посмотрите 7 главу Евангелия, где мы в первый раз встречаем эти слова. Эта фраза в данном случае, она была обращена к иудеям, не к ученикам. И Иисус обращается к толпе, или точнее к иудеям, которые с ним конфликтовали, конфронтировались с ним. И Он говорит следующее. Иисус же сказал им, 7 глава 33 стих, «Ещё недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему Меня. Будете искать Меня, и не найдёте. И где буду Я, вы не можете прийти». Как я уже сказал, Иисус обращается к иудеям, и Он объясняет им, что вот там, где Я буду, а Я пойду к Отцу. Очень важная деталь. То есть, в этом месте Иисус говорит о вознесении. Он не говорит о пребывании во гробе в течение трёх дней. Он говорит о вознесении. В другой раз, 13 глава, 33 стих, Иисус говорит уже своим ученикам, «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать Меня, и как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам теперь говорю». Опять речь идёт о вознесении к Отцу, потому что Он ссылается на то, что Он сказал иудеям. Несколько позже, в этот же вечер, 14 глава, Иисус говорит ученикам не только о Своём уходе к Отцу, но и о возвращении. Очень интересное возвращение. 14 глава, 18 стих, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Ещё немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня. Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Мы подробно разбирали эти стихи, если помните, мы отмечали, что здесь речь идёт о Божественной Троице. Здесь сказано о контексте, контекст этого всего рассказа или этой части беседы связан с неспосланием Духа Святого. 16 стих, посмотрите, чуть выше. «Я умолил Отца, и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Ещё немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». И следуя этот текст, мы отмечали, что слово «другого», которое в самом начале Иисус применяет это к утешителю, это слово, которое говорит точно такого же. То есть Иисус, уходя с земли, говорит, Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, который точно такой же, как Я. И в конце говорит, и вы тогда узнаете, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас. Он ссылается на вот эту связь, которая есть в Божественной Троице, и которая посредством Духа Святого будет теперь простираться на каждого спасённого человека. Об этом же Иисус говорил перед Своим Вознесением. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Заметьте, Иисус вот-вот оторвётся от земли, и пойдёт на небеса, но Он говорит «Я с вами». Как Он с нами? Посредством Духа Святого. Это другой утешитель. И почему Он фокусирует внимание учеников, Он говорит «Настанет тот момент, little while», то есть через короткое время, пройдёт короткое время, настанет тот момент, когда Вы «Я вернусь к Вам снова, Я вернусь к Вам в Духе Святом, Я вернусь к Вам для того, чтобы Вы могли иметь эту радость». Вот что означают вот эти слова. «Вскоре Вы не увидите Меня, опять вскоре увидите Меня». Несколько раз Иисус подчёркивает это. Посмотрите ещё раз 22 стих. «Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Это радость, которую получили ученики после того, как, завершив свою земную миссию, Иисус совершил дело искупления. Эту радость невозможно отнять. Нам очень трудно это понимать, потому что мы не жили до Голгофы, мы не жили до того, как пророчества об искуплении были исполнены. Мы всё то, что знаем, для нас жертва Иисуса Христа, Голгофский крест, искупление завершённое, привычное дело, привычное явление. Иисус объясняет им и говорит, что нечто произойдёт чрезвычайно важное. То, что даст основание для колоссальной глубокой радости, которую никто никогда не отнимет. Примерно через 60 лет после этого беседа в горнице Иисус с учениками. Он говорит им, «Через короткое время я уйду, через короткое время я вас увижу опять, и вы возрадуетесь, и радости вашей не будет конца». Через 60 лет после этого Иоанн пишет. Евангелист Иоанн, тот же самый автор, он пишет первое послание. В этом послании он пишет следующие слова. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стиха мы читаем. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Помните, это 90-е годы первого столетия. Вы помните, что в середине 60-х апостола Петра казнили, апостола Павла казнили в то же самое время, то есть 30 лет до этого. Вы помните, что к этому моменту все 11 апостолов уже были казнены, кроме Иоанна. Он сам был сослан на дикий остров Патмос, это ветреный кусок скалы в Средиземноморье. То есть, когда речь идет о состоянии церкви, она находится в условиях жесточайших гонений и величайших скорбей. И он сейчас в этом положении, вспоминая то, о чем говорил Иисус, он говорит, мы видели это, мы осязали, мы точно знаем, и мы теперь передаем это вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, то есть с апостолами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И мы это пишем вам для того, чтобы ваша радость была совершенна. То есть, апостол ясно понимает, что тяжелейшие гонения, скорби, страдания, через которые проходит церковь, они, оказывается, не лишают христианина настоящей, глубокой, совершенной радости, которую они получили, когда Дух Святой наполнил их сердцем. Это сверхважный вопрос, это уникальная радость. Эта радость отличается от любой другой радости, которая есть на земле. Друзья, мы все в погоне за радостью. Кем бы вы ни были, в каком бы возрасте вы ни были сегодня, какие бы вкусы у вас ни были, вы современные или старые, всех вас движет одно желание найти радость. Мы по-разному ее представляем. У одних людей радость в одном, у других радость в другом, поэтому ожидания разные. Но общий driving force, или вот эта движущая сила, она движет нас к тому, что мы думаем, принесет нам радость. Вот почему этот урок, который Иисус преподает здесь ученикам, чрезвычайно важен, потому что он касается всего того, чем мы движем ежедневно, чем вы движем каждый день. Давайте немножко посмотрим на эту радость, уникальную радость, к которой можно прийти только через скорбь. Очень интересный оборот. Посмотрим на причины. Почему же это так? Почему настоящую радость можно получить, только пройдя через скорбь? Заметьте, это совершенно другая картина, отличающаяся от того, что предлагает нам мир. Мир предлагает нам другой вариант. Он предлагает радость, которая минимизирует боль. Кстати, если вы внимательно будете изучать социологию и психологию, когда люди пытаются определить, а к чему же стремятся люди, а что является самым основным инстинктом, самым основным желанием. Так вот, многие люди приходят к такой формулировке, что самым главным желанием всех людей на Земле являются минимизировать боль и достичь максимального удовлетворения. Как я уже сказал, удовлетворение по-разному люди понимают. А от боли все хотят избавиться. От любой боли. Физическая боль, душевная боль, дискомфорт разного рода. Мы вот так сделаны, что нам она неприятна. Если у вас болит зуб, вы пьете таблетку. Вы не радуетесь. Вот наконец-таки заболел зуб. Вы бежите к врачу, если он сильно болит, и таблетка не помогает. То есть мы и так построены, мы и ищем возможности освободиться от боли. Мы живем в мире, который невозможно себе представить без боли. У нас отсутствует это измерение. Мир без боли невозможно представить себе, потому что мы всегда жили с болью. Мы боремся с болью. Мы боремся со скорбями. Мы пытаемся их избежать или минимизировать. Но все мы точно знаем, что земная жизнь неотделима от скорби. И вот в отличие от других религий, Библия не игнорирует скорби. И в отличие от того, что предлагает мир, Библия не пытается сделать человека онемевшим нам. Не пытается просто сделать его бесчувственным к страданиям, к боли. Библия – единственный путь, который помогает человеку to face the reality, то есть лицом к лицу воспринять реальность. Реальность скорби, реальность боли, реальность трудностей, с которыми связана жизнь. Именно об этом и говорит Иисус. Он говорит о том, что Библия или его путь, он отличается от всех остальных тем, что скорби для его детей, они обязательно ведут к радости. Они не бессмысленны, они не хаотичны, они находятся в состоянии, в котором непонятно, кто чем управляет. Когда все происходит само собой, когда все происходит так, что ты не знаешь, чего ожидать дальше. Именно об этом Иисус говорит. Посмотрите еще раз 20-е сих. Истинно, истинно говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Этим отличаются верующие люди. Этим отличается путь Христов, следование за Христом. Печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто не отнимет от вас. В отличие от остального мира, который подвержен не меньшим скорбям, как мы уже сказали, мир вообще функционирует только в рамках скорбей. Это невозможно экстраполировать или удалить как-то скорбь из жизни. В отличие от мира, ученики Иисуса Христа имеют привилегию. Имеют привилегию того, что они находятся под водительством Духа Средового, который ведет их к радости, которую никто не может отнять. Для того, чтобы понять это, давайте посмотрим на происхождение скорбей, предназначение скорбей и в конце коснемся немножечко прекращение скорбей. Библия – единственная книга, которая представляет очень разумное, целостное, рационально защитимое объяснение происхождения боли и скорбей. морально объясняемое. Библия говорит о том, что когда Бог создал мир, то все было хорошо, помните? Несколько раз повторяется в первой книге, в первой главе «Бытие» – хорошо, хорошо, хорошо весьма в конце. Вместе с тем, Библия объясняет, что боль появляется, боль и скорбь появляются сразу же после того, когда в человеческую жизнь входит грех. Посмотрите, пожалуйста, третья глава книги «Бытие», 16 стих. Бог объясняет первым людям условия, в которых они оказались в результате греха. Жене сказал, «Умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Человеческая скорбь и боль связаны с потерей гармоничных отношений между людьми и Богом. Для того, чтобы мы могли гармонично, правильно жить, для этого нужна связь, для этого нужен мир, для этого нужны отношения любви и добра между людьми и Богом. После того, когда человек согрешил, человек поставил себя в положение Бога, и он поставил себя в ту точку, в которой он претендует на то, как должен управляться мир, как должен развиваться мир. Это, естественно, приводит мир к катастрофе. Отсюда возникли болезни. Болезни от того, что мир, который был Богом отдан человеку, и он подведен под проклятие греха, он теперь ощущает, испытывает на себя действие тления. Поэтому наш физический организм, физическое тело не может функционировать правильно, оно дает сбои постоянные. Это вызывает неудобства, по крайней мере, это вызывает боль, это вызывает старение, дряхлость, и это приводит к смерти. Это скорбь. Кроме болезней, грех принес с собой претензию того, что каждый человек претендует на то, чтобы другие люди, обстоятельства вокруг него управлялись так, чтобы они удовлетворяли его желания. И так как каждый человек ожидает этого же самого, то люди вступают в конфликтные взаимоотношения друг с другом. Иногда эти конфликты ярко выражены в каких-то скандалах, спорах. Иногда эти конфликты тлеющие внутри, где-то глубоко, но они всегда есть, они всегда там присутствуют. Это другой источник скорби. Первый источник – это наше тело, болеющее, стареющее и умирающее. Второй источник – это наше отношение с людьми, которые приносят колоссальный объем скорбей, если вы посмотрите в вашу жизнь. И третий есть еще источник – это вселенная, которая переживает на себе действие тления, откуда катаклизмы всякие природные, откуда тернии и волчцы, то есть природа, она говорит о том, что что-то сбито в ней. Это реальность жизни после грехопадения. Казавшись вот в этой новой реальности, грешные, самонадеянные люди, которые оторвались от Бога, которые утверждают, что они независимо могут жить без Бога, они вместо того, чтобы искать пути вернуться к Богу, они вместо этого стали с самого начала заниматься тем, чтобы устроить свою жизнь без Бога. Развитие цивилизации построено на двух очень интересных вещах. Развитие цивилизации построено, во-первых, на потенциале, который Бог дал человеку и в землю, и в окружающую природу. То есть Бог дал человеку разум, дал человеку творческие способности. Больше того, Бог вложил в землю огромные ресурсы. Я уже много раз говорил об этом, что земля производит не только вот эти прекрасные цветы, вот эта штука, вот этот вот компьютер маленький или планшет, он тоже произошел из земли, он не из космоса произошел. Просто у людей есть достаточно ума, который они получили от Бога, что они научились разбираться, что здесь в земле лежит, и как, что, с чем, какие молекулы, с чем соединить, чтобы получилась вот такая штука, которая умеет читать, писать, показывать, играть музыку и так далее. Все это исходит, все это исходит из того, что было заложено однажды Богу. Но есть еще второй, очень мощный аспект развития цивилизации. Люди занимаются всем этим, с тем, чтобы доказать, что они могут сами без Бога прожить. Читайте четвертую главу книги «Бытие», и вы увидите, как параллельно идет развитие цивилизации и развитие греха. И вот с тех пор люди борются со скорбями, усиленно борются со скорбями, употребляя все возможности своего мозга, употребляя все накопленные знания, которым человечество обогатилось. Интересная вещь, что за тысячелетия, сколько тысячелетий прошло, шесть или десять, мы не знаем, сколько прошло, но тысячелетиями после грехопадения. Люди работают над решением этой проблемы. Скажите, пожалуйста, скорбей стало меньше? Не меньше. Невозможно. Эту реальность невозможно победить. Люди, кажется, победили один очаг скорби, как вспыхивает другой, как еще больше осложнений возникают на третьем и так далее. Для того, чтобы избавиться от скорби, есть только один путь. Бог знал этот путь. Этот путь ему очень дорого стоил. Для этого должен был Сын Божий прийти и войти в мир скорби. И Иисус пришел не для того, чтобы новую мораль провозгласить. Он пришел не для того, чтобы новую социальную систему, порядок утвердить. Он пришел не для того, чтобы создать христианское государство. И Иисус пришел для того, чтобы войти в нашу боль, войти в мир скорби. И для того, чтобы победить эту боль, или точнее источник боли, грех. Именно это Он сделал на Голгофском кресте. Именно это мы будем вспоминать в следующий четверг. Страдания Иисуса Христа были связаны с двумя, имели в себе два аспекта. Во-первых, они были связаны с тем, что когда Он стал человеком, ему нужно было войти в ограничение материального мира, который подвержен тлению, а значит, ему нужно было войти в мир, в котором, возможно, боль, в котором он переживал боль, он переживал недостатки, он переживал, помните, он, находясь в пустыне, он, написано, сильно взолкал. То есть, он переживал все то, на что способно тело. ему нужно было погрузиться в скорби для того, чтобы пройти путь практического послушания отцу. Сын всегда был послушен отцу. Они всегда один в один действовали в унисон, очень точно. Но когда сын становится человеком, теперь ему нужно реализовать это послушание на практике, живя в теле. То есть, ему нужно пройти каждую точку послушания, независимо от боли, независимо от страдания. Согласитесь, что быть послушным, когда не болит, легче, чем послушание через боль. Это именно то, что мы видим, что происходит с Иисусом. Евреям, 5 глава, 7 стих, мы читаем, «Он в однеплоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущего спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, то есть, он фактически, он на практике, он реально шаг за шагом прошел все страдания и претерпел на себе и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Но самые большие страдания Иисус принял на себя на Голгофе. 1 Петра 3, 18 мы читаем, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедник, поруганный, оклеветанный, несправедливо обвиненный, приговоренный к мучительной смерти по нечестному и несправедливому обвинению, Сын Божий медленно умирает в полном сознании, веся на кресте, испытывая на себе всю тяжесть Божьего гнева за грехи, которые он не совершал, за наши грехи, за ваш грех, дорогой мой друг. По воле Божией ему пришлось пройти тяжелейшие страдания для того, чтобы он мог подняться на высочайшую славу, к наивысшей радости. Посмотрите, пожалуйста, филиппийцам 2 глава. Это Бог, Отец его ведет этим путем. Филиппийцам 2 глава, 6 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте, в этом был Божий план. Иисус поднимается на уровень славы. Самый высший, который только возможен во Вселенной. Но для того, чтобы Он поднялся сюда, Ему нужно было опуститься на самое одно страдание. Он должен был испить чашу до самого дна. Интересная вещь, что все это сделано было Богом только с одной целью. Дело в том, что Иисус поднимается во славу не Сам. Он поднимается во славу вместе со всеми, кто в Нем, во всеми спасенными, со всеми спасенными их за время Его здесь земного странствования, земной жизни. В этом был смысл страдания Христа. Пророк Исаия говорит об этом очень ярко. 53 глава 11 стих. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. В чем этот подвиг? Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям прещен был, тогда как Он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. То есть, объясняя ученикам реальность жизни, которая их ожидает, Иисус фокусируется на страданиях, которые приносят радость. Эти страдания очень похожи на то, что Ему самому приходится пережить или уже приходилось пережить на тот момент. Для того, чтобы объяснить это им на более понятном языке, Он приводит пример. Он приводит иллюстрацию. Он говорит о муках женщины, которая рождает ребенка. Прочитайте еще раз, 21 стих. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенец, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. Рождение детей очень яркая иллюстрация страданий, которые ведут к радости по причине того, что наш мир поражен грехом и тлением, даже физическая жизнь, которую дает Бог, вот все мы сидящие здесь, вот здесь около тысячи человек нас сидит сейчас. Вот представьте себе, каждая жизнь, каждый человек здесь, каждая душа дана Богу. То есть Бог продолжает производить жизнь. Но вы знаете, что каждый из нас появился на свет через боль, через скорбь. И так на протяжении всей истории человечества после грехопадения. Это является мощнейшей иллюстрацией, что Божья жизнь может родиться в грешном мире только через страдания. Вот почему Иисус приводит эту иллюстрацию. Он говорит о том, что это мощнейший символ, это мощнейшая иллюстрация, которая говорит постоянно всем людям, неверующим людям об этом говорит. Это общий факт существующий. Новая жизнь появляется только через боль, только через скорбь. Иисус указывал на этот пример, Он говорит ученикам, подобно этому вы будете терпеть страдания. Вот это рождение новой жизни, новой жизни, которая с небес пришла, жизни, которую Дух Святой принесет в ваши сердца, вот это рождение новой жизни, оно будет связано с болью. Но эта боль ничего не будет значить по сравнению с той радостью, которой приходит человек, когда он эту жизнь ощущает, когда он видит ее, когда она захватывает все его внимание. Проблема большинства людей на земле в том, что они терпят боль. Они все равно терпят боль. они терпят боль, которая не рождает жизнь, которая не ведет к радости, которая не ведет к тому, что не кончается. Результатом их страданий и огромных усилий, приложенных здесь на земле, будет смерть, а не жизнь. Будет боль, а не радость. Причем это будет вечная боль. Иисус, обращаясь к ученикам, он говорит, вы имеете огромную привилегию, ваша печаль будет в радость, в радость, которую никто не отнимет. Итак, ученикам Иисуса Христа приходится переносить скорби по причине реальности жизни на земле, подверженной греху и тлению. Здесь на земле всякая жизнь Божия рождается только через скорбь. Скорби переживают все, но скорби учеников Христа обязательно ведут к радости. Давайте посмотрим теперь, в чем заключается эта радость, или к какой радости ведут скорби, допускаемые Богом в жизни учеников Иисуса Христа. Предназначение скорби. Несколько слов буквально об этой очень важной части. Хотя страдания учеников Христа отличаются от его страданий, то есть от страданий самого Христа, у них есть много общего. Их можно разделить на две категории. Первая категория это страдания, которые утверждают Божию жизнь в нас. И вторая категория это страдания, которые распространяют Божию жизнь через нас. Давайте посмотрим на них кратко, сколько у нас есть времени. Итак, предназначение скорби первое утверждать Божию жизнь в нас. Почему Бог допускает скорби верующим людям? Потому что Он понимает, что вот эта жизнь, жизнь с неба, которая приходит, она должна не просто поселиться, она должна наполнять сердце каждого из нас и все больше. и больше. Писание во многих местах очень ясно говорит, что духовный рост верующих людей в наибольшей степени или в большой степени почти всегда проходит в условиях давления и разного рода трудностей. Например, 1 Петра, 1 глава, 6 стих говорит о том, что наша вера растет в трудностях. 6 стих «Хосем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Смотрите, друзья, каждый наш поступок сделан исходя из какой-то точки опоры. Мы опираемся или на себя, или на людей, которые вокруг нас. Разные люди, друзья, ученые, в школе кто-то сказал и так далее. То есть, мы опираемся на что-то и делаем что-то. Мы, конечно же, как верующие люди, призваны к тому, чтобы опираться на Божье Слово, не на себя, доверяя Слову, делать то, что Бог говорит и таким образом приходить к Его результатам. К великому сожалению, нам намного более естественнее и проще всегда поступать, опираясь на привычные методы, которые связаны с нами и больше подвержены контролю. Мы им и управляем быстрее. И нам всегда труднее опираться на то, что будет говорить Бог. Вы знаете, когда мы опираемся на то, что говорит Бог? Тогда, когда все человеческие источники опоры разбиты. Когда у нас уже нет ничего, на что мы могли опереться. Тогда что мы делаем? Тогда мы идем и умоляем Господи, помилуй! Господи, у Тебя только моя защита! У Тебя только, на Тебя только я уповаю! Тебе только буду доверять! Вот это простое объяснение, почему скорби. Потому что без трудностей мы опираемся на свои возможности, на свой ум, на свой бизнес, на свою хорошую работу, на свое образование, на свои возможности, на друзей, которые вокруг нас. И вот Бог начинает все это дело постепенно ограничивать или забирать. Друзья отвернулись, здоровье подвело, врачи не могут ничего сделать. Что делают люди тогда в том случае? Вот тогда ничего не остается, как только полагаться на Бога. А чтобы полагаться на Бога нужна вера. И вот в эти-то моменты вера и растет. Вот почему апостол Петр говорит, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений или испытаний, можно это слово заменить еще, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценной. Вот это скорби, которые ведут к радости. То есть, тогда, когда христианин в трудных обстоятельствах выбирает Божий путь, полагается на Божье слово, он становится чуть-чуть прочнее. Его вера становится немножечко более драгоценной. Примеси чуть больше отделены. Если мы посмотрим, очень интересные, кстати, слова, я прочитал, очень интересную цитату прочитал, есть такая замечательная книга, Пол Биллхаймер написал «Don't waste your sorrows» или «Не расточай своих печалей». Он пишет следующее. По-видимому, Бог без помощи страданий не может полностью освободить от эгоцентризма падшего, хотя даже и возрожденного, исполненного Святым Духом и освящаемого человека. Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие начинают искать более близкого общения с Богом в хороших обстоятельствах. Кроме того, что наша вера растет в трудностях, наше терпение растет в страданиях. Иакова 1, 2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всякой совершенной, во всякой полноте, без всякого недостатка». Друзья, терпение отражает уровень нашего доверия Богу. То есть, когда у вас есть вера в определенном уровне, а вот попадаются обстоятельства чуть более сложные, они требуют большей веры, а значит большего терпения. Поэтому Иакова говорит, с великой радостью принимайте такие ситуации. Он говорит, что вскоре это, но вы поймите, что там есть радостный выход, есть радостный результат, она даст вам возможность натренировать ваше терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. То есть, пока мы живем здесь на земле, мы постоянно будем сталкиваться с обстоятельствами, с людьми, которые будут бросать нам вызов. They will challenge us. Они будут бросать вызов нашей вере, нашему терпению. В свою очередь, вера и терпение взращивают нашу надежду. Римлянам, 5 глава, 3 стих. Но не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения и опытность, от опытности надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божия издала сердца нашим Духом Святым, данным нам. Друзья, надежда – это светлый взгляд на будущее. Надежда – это радость. Надежда – это то, что дает нам способность к оптимизму. Заметьте, как вот эти ступени. Страдания тренируют нашу веру, они продолжаются, чтобы терпение к нему добавилось, и потом это все ведет к тому, чтобы мы научились радостному, оптимистичному взгляду на жизнь. И он основан не просто на авось, на том, что вот может и хорошо получится. У него есть прочное основание, потому что мы доверяем Богу. Псалом Певец пишет об этом в 118 Псалом 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храни». Он говорит о результате. Результат привел его к Слову, и жизнь теперь наполняется Словом. Он, кстати, очень много пишет и говорит о ценности Слова, о сладости Слова. Вот здесь несколькими стихами ниже. Он говорит, «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставом Твоим, закон уст Твоих, для меня лучше тысяч золота и серебра». Заметьте, до страданий Он искал радость в золоте и серебре. Мы, верующие люди, ищем радость в каких-то вещах, которые никогда не могут дать. Но вот потом Бог проводит через скорби, и мы прилипляемся к Нему и к Его Слову, и познаем, насколько оно сладкое. К огромному, огромному нашему счастью, Бог терпеливо продолжает нас разворачивать. Он продолжает нас снова и снова ввести туда. Помните, пророк Исаия говорит, 55 глава, «Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, за то, что не насыщает?» К великому сожалению, научиться этому мы можем, скорее всего, только через скорби, проходя трудности. И последнее. Предназначение скорби – это, во-первых, распространять Божию жизнь, утверждать Божию жизнь в нас, и, во-вторых, распространять Божию жизнь через нас, на людей, которые нас окружают. Дело в том, что это очень сложный процесс, когда Христос принес Божию жизнь, для этого Ему нужно было пострадать. Когда мы берем и несем Божию жизнь дальше, мы будем страдать. There is no other way. Нет другого пути. Если вы хотите быть носителем Божией жизни дальше, вы обязательно будете находиться в ситуации, в которой вы будете принимать на себя удар, который нужно будет держать. Потому что мы вторгаемся в зону греха. Мы вторгаемся в мир, пораженный греху. И нам нужно принести туда жизнь, независимо с тем, с чем мы столкнемся. Представьте себе человек, который спасает утопающего. Этот утопающий брыкается, этот утопающий кусается, этот утопающий кричит, паникует. Но этот человек, который спасает, он просто calm down, он просто берет, и он понимает, что он там получит пару синяков, пока он у вас хватит все-таки. Но он движим целью, я этого человека должен спасти. Вот точно так, когда мы несем Евангелие, мы сталкиваемся с самыми разными формами сопротивления. Мир, он не хочет Евангелия. Он противится Христу в любой форме, в любых ситуациях. 1 Петра, 2 глава, ясно сказано об этом, 20 стих, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Мы часто представляем себе так, что вот наша жизнь, Господи, помоги, чтобы нигде ни за что не зацепиться, чтобы нигде никакого дискомфорта не было, чтобы мы вот идем и говорим и все просто цветочки расцветают вокруг нас, цветочки Божьего Царства. Ну, для того, чтобы эти цветочки расцвели, с терниями надо встретиться. Здесь сказано, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Удачи, говорится, Он не сделал никакого греха. Мы-то грешим, иногда за свои грехи получаем. А Он вообще никакого греха не сделал. И не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Заметьте, что Он делает? Он принимает на Себя нашу боль для того, чтобы мы жили для правды. И теперь вот об этом сказано, посмотрите, Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вот по этим следам Он хочет, чтобы мы шли, чтобы учили людей жить для правды. Есть несколько ситуаций, которые представлены, вернее, множество разных ситуаций. Я опишу только две очень коротко. Первое – это когда мы достигаем людей, которые еще не знают Христа. Когда через нас Евангелие должно распространяться. Вот что пишет апостол Павел о себе, пример такой ситуации, 2 Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Мы никому ни в чем не полагаем притыканий, чтобы неприцаемо было служение, но во всем являем себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Истине, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке. Заметьте, как он описывает свое шествие. Он описывает свое миссионерское служение. С этим очень много связано, ни в чем не полагаем притыканий. в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Это реальность. Другой реальности на земле нельзя ожидать. Под ударами, в темницах, но заметьте, в Слове Истине, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке. Если бы было время, можно посмотреть на целый ряд ситуаций в жизни апостола Павла, где это проявлялось. Почитайте деяния апостола вы встретитесь с огромным ассортиментом разного рода атак на апостола Павла. Это были атаки в синагогах, эти были, помните, атаки от политиков, атаки от экономических дельцов, бизнесменов. Помните, Дмитрий Серебряник, Александр Медник. Помните, люди, которые в языческих местах атаковали, потому что они уводили людей от язычников, от храмов языческих и так далее. То есть, это была реальность постоянная для апостола Павла. И вот вторая ситуация. Вторая ситуация, это когда мы распространяем Божию жизнь, чтобы утвердить эту жизнь в других. Вот в данном случае он ее распространяет, чтобы она появилась там. Но еще есть другая грань, это когда мы помогаем людям рядом с нами, чтобы они могли утвердиться в этой жизни. Галатам 6 глава, первый стих он пишет, «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Заметьте, для того, чтобы помочь брату или сестре приблизиться ко Христу, наполниться больше Божьей жизни, исправить для этого нужно, первое, смотрите, первое, делать это в духе кротости. Это значит устранить всякую злобу из сердца, всякое раздражение, всякий страх, всякий гнев. Если только это что-то появляется, оно сразу отравляет возможность повлиять. Больше после этого он говорит, наблюдая каждую за собой, чтобы не быть искушенным. Почему это так? Потому что тогда, когда мы соприкасаемся, мы пытаемся кому-то помочь, а они реагируют на это не так, как мы ожидали. Вот здесь ситуация, в которой очень вероятно наше греховное действие, которое мы объясняем, а что они так? Я по-хорошему, я пришел, я хочу помочь этой драгоценной душе, она мне как? дала эта душа. А теперь пусть получает по справедливости, теперь пусть она получает. Вот почему, это сразу дело загубленное, вот почему апостол здесь предупреждает, он, посмотри, как много, он говорит, в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не появилась реакция впасть в искушение. Дальше он говорит еще больше, смотрите, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Помните, когда Иисус взращивал учеников, ему пришлось три с половиной года терпеть все их выкрутасы. Петро там, помните, номера один за одним, эти братья двое ван Эргес, которые были прозваны, Господи, не слушается деревня, а мы сейчас ее спалим. самые разные ситуации, в которых он сколько раз говорит, маловеры, почему у вас так маловеры, заметьте, он нес их бремена, что это значит? Это значит терпеть неудобства, связанные с неправильным, незрелым, неточным действием тех людей, которых мы понимаем. Это и есть страдание, это и есть страдание, к великому счастью. Кстати, апостол сравнивало с муками рождения, Галатом 4, 19, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Ну, к великому нашему счастью, что эти скорби, эти страдания, они приводят к радости. Нет больше радости, как видеть людей, приходящими ко Христу, и видеть их сердца изменяющимися. На этой неделе я получил сообщение от одного человека, который достаточно хороший художник, я никогда не был знаком с ним. Он прислал ссылку на свои работы, и вот он пишет прямым текстом, он говорит, 8 лет тому назад я соприкоснулся с вашим сайтом, благодаря тому, что я услышал, я стал христианином. Я сейчас не могу представить себе, как я жил без Христа раньше. Вот когда ты слышишь эти вещи, когда ты соприкасаешься с этим, ты ясно понимаешь, что все трудности, с которыми ты соприкасаешься в жизни, стоят того. И вы, наверное, ощущали это, когда вы видите Божьи работы в ваших детях. Сколько они скорбей вам причинили. Но когда вы видите человека, которого Христос родил, то подобно матери уже не помнишь скорби. Вот это то, о чем говорит здесь Иисус, когда Он обращается к ученикам. Самое последнее прекращение скорби. 22 стих. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость ваше, никто не отнимет у вас». Мы уже говорили о том, что Иисус указывает на сошествие Духа Святого, именно глубокое, непосредственное общение с Ним и жизнь исполнения им. Они дают человеку полноценную радость. Это радость не зависит от обстоятельств. Это радость прощения грехов. Это радость принадлежности Богу и Его семье. Это радость соучастия в Его великом деле искупления и создания Церкви. Это утешение Святого Духа. Это ходатайство Иисуса Христа у престола Божьего. Это Божье обетование спасения и об Его охране. Это последовательное преображение внутреннего человека, наполняемого плодом Духа. Это радость видеть плоды Божьего труда в нас и через нас. Но все это, друзья мои, не идет ни в какое сравнение с тем, что будет, когда мы увидим Христа лицом к лицу. Мне один друг рассказал о своем разговоре с сыном или его жена разговаривала с сыном, когда она спрашивает, а ты любишь Иисуса? Он говорит, люблю маму. Только очень жалко, что я поцеловать Его не могу. И мама сказала, вот будет однажды тот момент, когда ты Его поцелуешь, когда ты с Ним встретишься. 1 Коринфором 13-12 говорится, теперь мы видим как бы сквозь тусклое лицо, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю от счастья, тогда познаю, подобно как я познан. Это же подтверждается апостолом Иоанном, 1 Иоанна 3-2. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть, какими же будем мы тогда? Знаем только одно, что когда откроется, будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Однажды придет момент, и мы увидим Иисуса лицом к лицу, если наша жизнь сейчас наполняется радостью, которую дает Дух Святой, то какой же будет эта великая радость, которая ожидает нас при личной встрече со Христом. Откровение 21-3. Услышал я громкий голос с неба, говорящий, скини я Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Мы будем молиться сейчас, друзья. Мы преклоним наши колени, и у нас сегодня будет возможность поблагодарить Бога за то, что мы, живя в мире скорбей, можем через них идти к радости, которую Он приготовил для каждого из нас. Помолимся. Господи Божий наш, мы благодарим Тебя. Благодарим Господь за то, что в этом мире скорби, который является результатом грехопадения, который является результатом того, что принес грех, поразивший собой человека и человечество до самого корня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Свою, Иисуса Христа, который вошел в мир скорби, который претерпел скорбь, который понес на себе скорбь в таких пределах, которые невозможно никому из людей никогда пережить. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Он сделал это для того, чтобы прийти к радости, к великой радости, к радости, которую никто не отнимет. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня возможность проходить через скорби, которые Ты допускаешь, видеть в них радость, которую Ты приготовил, находить утешение от Духа Твоего. Я прошу Тебя, Ты утверди сердце каждого, утверди, Господи, нашу жизнь, утверди наш внутренний мир, помоги, чтобы мы сегодня могли жить общением с Духом Твоим Святым. Помоги, Господи, чтобы мы осознавали принадлежность Тебе. Помоги, Господи, чтобы мы могли видеть, что то, что Ты делаешь в нас, действительно дает удовлетворение, действительно имеет смысл. Помоги дорожить Словом Твоим, истиной Твоей, Господь, чтобы однажды, когда мы увидим Тебя, какой Ты есть, мы могли ощутить и пережить полноту этой радости, которую мы предвкушаем сегодня. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...